Беседа 33 Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Иоанна 4, 21-22 Везде нужна нам возлюбленная вера. Вера – мать всех благ, врачество ко спасению. Без нее невозможно усвоить ничего из высоких догматов. Подобно тому, как люди, усиливающиеся переплыть море без корабля, хотя и могут немного проплыть действию руками и ногами, но, простираясь далее, скоро поглощаются волнами. Так и те, которые руководятся только собственным разумом, прежде нежели чему-нибудь научиться. Петерпевает кораблекрушение. Как и Павел говорит, что некоторые относительно веры подверглись кораблекрушению. Отпали. 1 Тимофей 1, 19 И чтобы нам того же не потерпеть, будем держаться этого священного якоря, которому Христос ныне ведет жену. Когда она сказала, «Отцы наши поклонялись на сей горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Здесь он открывает ей важный догмат, которого не сказал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Она старалась доказать превосходство своих обрядов перед иудейскими и подтверждала это примером своих отцов. Но Христос не отвечал ей на этот запрос, потому что излишне было бы тогда говорить об этом и объяснять, почему отцы ее в горе той поклонялись, а иудеи в Иерусалиме. Итак, он умолчал об этом. Но отвергая важность равно того и другого места, он возвышает душу жены внушением, что ни иудеи, ни самаряне не имеют ничего великого в сравнении с тем, что имеет быть даровано в будущем, и затем уже изъясняет различия между ними. Но при этом отдает предпочтение иудеям, не место предпочитая месту, но в самом духе давая преимущество иудеям. Христос как бы так сказал, о месте нет нужды спорить, но в образе богопочитания иудеи имеют преимущество перед самарянами, потому что, говорит, вы кланяетесь, не знаете чему, а мы кланяемся, знаем чему. Как же самаряне не ведали, кому поклонялись? Они думали, что Бог ограничивается местом и существует в одной какой-либо стране. Сообразно с таким понятием, они и служили ему. Так, отправив посольство к певцам, извещали, что Бог этого места негодует на нас, представляя его таким образом нисколько не выше идолов. Поэтому они продолжали служить и бесам, и Богу, смешивая то, что не может быть смешано. Но иудеи были свободны от этого заблуждения, признавали Бога, хотя и не все, Богом Вселенной. Поэтому Христос и говорит, вы кланяетесь, не знаете чему, а мы же кланяемся, знаем чему. Не удивляйся, что Христос причисляет себя к иудеям. Он говорит применительно к понятию жены, как иудейский пророк. Потому и употребил выражение, мы кланяемся. Что он сам, если лицо поклоняемое, это теперь всякому известно. Поклоняться дело твари. А Господу твари не свойственно принимать поклонение. Пока же он беседует, как иудей. Потому и говорит мы, то есть иудеи. А и возвышая таким образом иудейский закон, он снова внушает к себе самому доверие и убеждает жену еще более внимать его словам. Потому что ставит учение свое вне подозрения и дает видеть, что возвышает веру иудеев не по единству рода, как их единоплеменников. То, что отзывается так о таком месте, которым иудеи наиболее хвалились и приписывали себе преимущество перед всеми народами, кто уничтожает столь важное для них преимущество, тот, очевидно, не в угоду кому-либо говорит об этом, а поистине и по силе пророческой. Итак, отдали в жену от подобных помыслов словами «Жена, веру, имея в меня и прочее, Христос затем присохупляет, ибо спасение от иудеев». Слова эти означают или то, что из иудеев произошли благо для вселенной, так как здесь получило начало познания Бога, отвержение идолов и все другие догматы. Да и ваше поклонение, хотя и неправильно, от иудеев ведет свое начало. Итак, или это, или же свое пришествие в мир он называет спасением. А лучше не погрешить тот, кто и то, и другое назовет спасением, которое, по словам Христовым, от иудеев. На то указывая, и Павел сказал, «Отни же Христос, сущий над всем Богом». Римлянам 9.5. Видишь, как Христос восхваляет Ветхий Завет и показывает, что этот Завет – корень благ, и что сам он ни в чем не противоречит закону. Но хотя он и говорит, что начало всех благ от иудеев, «Однако не настаёт время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Стихи 23. «Мы, говорит, превосходим вас, жена, образом нашего поклонения. Но и оно, наконец, прекратится. Изменится не только место, но и самый образ служения Богу. И это уже близко. Ибо приходит час, настало время, и настало уже». 214. «Так как пророки за долгое время изрекали свои предвещания, то Христос, отклоняясь здесь подобное предположение, говорит, «И ныне уже». Не думай, говорит, что это предсказание исполнится только спустя долгое время. Это событие уже наступает. Уже скоро истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Словами «истинные поклонники» он исключает иудеев вместе с самарянами. Хотя первое лучше последних, но гораздо хуже будущих поклонников. Настолько, насколько прообраз ниже истины. Говорит же он здесь о церкви. Потому что ей свойственно истинное и достойное Бога поклонение Богу. И таковых поклонников Отец ищет себе. Если же он из древних таковых искал, то дозволил иудейский образ поклонения не потому, чтобы сам этого желал, а по снисхождению, для того, чтобы и иудеев привести к истине. Кто же это истинные поклонники? Это те, которые не ограничивают служение Богу каким-либо местом, а поклоняются Ему духом. Как и Павел говорит, «Умоляю вас, братья, щедротами Божьей, представьте тела вашу, жертву, живую и святую, благоугодные Богу, духовное служение ваше». Римлянам 12.1. Когда же Христос говорит, «Бог есть дух», то этим выражает, что Он бестелесен. А бестелесному ислужению подобает такое же, и должно быть приносимо в том, что в нас есть бестелесного, то есть в душе, в чистом уме. Поэтому и говорит, «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Так как и самаряне, и иудеи не родили о душе, а много имели попечения о теле, ощущая его всевозможным образом, то Он и говорит, что не чистотой и тела, но тем, что в нас есть бестелесного, то есть умом, должно служить бестелесному. Итак, не овец и тельцов, но себя самого принести Богу во всесожжение. Это и значит, представьте жертву живую, и истинную нужно поклоняться. Прежнее установление, как то, обрезание, всесожжение, жертвы, курение, были только прообразы. Ныне же все истина. Не плоть надо нам обрезывать, а лукавые помыслы, распинать себя, потреблять и умерщвлять неразумные пожелания. Изумляется жена таким словам Его, и не будучи в состоянии возвыситься до этой высоты учения, в недоумении, послушай, что говорит, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». 25 за 6 стихи. Откуда у самарян было ожидание пришествия Христова, когда они принимали только Моисея? Из самых писаний Моисея. В самом начале Он уже сообщает откровение о Сыне. Слова, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию», Бытие 1, 26, сказаны к Сыну. «И беседовавши с Авраамом в куще, был сын». 18, 1, Бытие. «И Яков о нем пророчится, волговоря, «Не отойдет князь от Иуды и вождь от свесла его, доколе придет примиритель народов, на которого надеются народы». Бытие 49, 10. «И сам Моисей говорит, «Пророка, от братьев твоих, как меня восставит тебе Господь Бог твой, и его слушайте». Старозаконие 18, 15. «Та же повествование о змеи, о жезле Моисея, об Исааке, об Агонце и многие другие могли возвещать его пришествие, желающим понять. Почему же, скажешь, Христос не указывал Жене на эти прообразования, тогда как Никодиму указал на змея, а Нафанаилу напомнил пророчество, и ей же ничего такого не сказал? Почему это? По какой причине? Потому что те были мужи и занимались этими предметами, а она, жена, убогая, не ученая и не сведущая в Писаниях. Потом он и не беседует с ней от Писания, а привлекает ее к себе обещанием воды и своей прозорливости, приводит ей таким образом на память Христа и, наконец, открывает себя. Если бы он ей сказал это с самого начала, когда она еще не спрашивала его, то ей показалось бы, что он говорит пустое и несбыточное, а теперь мало-помалу, приведший ей на память, благовременно открывает и себя. Иудеям, хотя они и часто говорили, доколе ты будешь держать в ней души наши, ты ли Христос, скажи нам прямо? Иоанна 10,24 Он не давал ответа ясного, а жене Самарянской прямо сказала себе, что он Христос. Это потому, что жена была благонамереннее иудеев. Они спрашивали не для того, чтобы научиться от него, а чтобы постоянно смехаться над ним. А если бы они желали научиться, то для этого достаточно было поучением и в беседах его, и в писаниях, и в чудесах его. Но жена что говорила? Говорила от искреннего сердца, с чистым намерением. И это очевидно из ее последующих действий. Она и сама слушала его, и веровала, и других привлекала к вере. Да и во всем видны усердия и вера. И тогда пришли ученики его. Весьма благовременно пришли они, потому что поучение уже было окончено. И удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Чему они удивлялись? К ротости его и к крайнему смирению в том, что он, будучи стой велик, с таким смиренно-мудрием благоволил беседовать с женой бедной и при том с самарянкою. А хотя и удивлялись, однако не спрашивали о причине беседы. Так они были научены соблюдать обязанность учеников. Так его боялись и уважали. Хотя они имели еще тогда об нем надлежащего понятия, смотрели, однако ж на него, как на длинного человека и питали к нему великое уважение. Правда, во многих случаях они показывали много смелости, как, например, Иоанн преподал на Персии его, или, приступив к нему, говорили, кто больше будет в Царстве Небесном. Матфея 18.1 Также сыны из Евидея просили его, чтобы одному свидеть о десну его, а другому слева. Почему же в настоящем случае они не спрашивали его? Потому что те все случаи касались их самих, и потому они имели нужду спрашивать, а настоящее обстоятельство нисколько их не касалось. Да Иоанн делал так, то есть возлежал у груди Христа. Спустя долгое время, уже под конец, когда пользовался особенной близостью к Нему и был совершенно уверен в любви Христа. Он, как сказано, был тот ученик, которого любил Иисус. Что может сравниться с таким блаженством? Но мы, возлюбленные, не будем ограничиваться только тем, чтобы ублажать апостолов, а будем все делать так, чтобы быть самим в числе ублажаемых. Будем подражать Евангелисту и для того посмотрим, чем он приобрел столь великую любовь. Чем же? Он оставил отца, лодку и сети и последовал за Христом. Но это было в нем общее с братом его, с Петром, Андреем и другими апостолами. Что же было особенного, от чего происходила великая любовь Христова? Сам Евангелист ничего такого не говорит о себе, кроме того, что был любим Спасителем. А о доблестях, за которые был любим, по скромности умалчивается. Что Христос любил его особенно, какой-то любовью, это всем очевидно. Однако не видно, чтобы он беседовал с Христом или вопрошал его о чем-либо отдельно от прочих, как это делали часто Петр, Филипп, Иуда и Фома. Только тогда это видим, когда Иоанн хотел угодить и оказать послушание со-апостолу. 13.24 Когда первоверховный апостол побуждал его к тому знаком, тогда он и попросил Иисуса, потому что оба эти апостола имели великую любовь между собою. Так видим, что они вместе и в храм входили, и вместе говорили к народу. Правда, Петр всегда с большей горячностью и действует, и говорит, а под конец от самого Христа слышал, любишь ли меня более всех, Иоанн 21.15 А любящий больше всех, конечно, был и сам любим. Но это очевидно происходило от любви к Иисусу, а то от любви самого Иисуса. Итак, что же возбуждало особенная любовь к Иоанну? Мне кажется, то, что этот муж показывал особенную скромность и кротость, потому-то он не обнаруживал ни в каком случае смелости. А как велика эта добродетель видно из примера Моисея, которого это именно и сделало столь великим и славным. С миренно-мудрием ничего не может сравниться. Потому и Христос начал с него учение о блаженствах, намереваясь положить как бы основание величайшего здания, он поставил прежде всего смирение. Без него невозможно спастись. Хотя бы кто постился, молился, подавал милостыни, но если делает с гордостью и не имеет смирения, все это мерзко. А если делается со смирением, то вожделенно, достолюбезно и благонадежно. Итак, смирим себя возлюбленным, смирим. И если будем бодрствовать над собой, то этот добродетель будет для нас очень легка. Да и что в самом деле может возбуждать тебя к гордости человек? Не видишь ли ты ничтожества твоего естества, удоба преклонности козлу твоей воле? Подумай о своей кончине, помысли о множестве грехов. Но может быть ты совершил много великих дел и потому высокомудрствуешь о себе. Но этим-то и теряешь все. Не столько грешнику, сколько добродетелям нужно заботиться о смирении. Почему так? Потому что грешники понуждаются к смирению с совестью, а добродетельный, если не очень бодрствует над собой, как будто подъятый ветром превозносится и тотчас омрачается, подобно известному фарисею. Ты помогаешь бедным, но ты подаешь им не свое, а подобно тебе рабов его. Поэтому то в несчастье ближнего, провиде и свое собственно, и в других изучая свою природу, тем более надобно смиряться. Может быть и мы произошли от таких же предков, а если нам досталось богатство, то оно снова может и уйти от нас. Да что такое богатство? Тень пустая, дым исчезающий, свет травы, или лучше сказать и света ничтожнее. Что же ты надбиваешься травою? Не достается ли богатство и ворам, и любодеям, и блудникам, и расхитителям, гробов? Кто ли надбивает тебя, что имеешь таких сообщников в стяжании? Или ты любишь честь, но для чести нет средства, вернее милостыни? Почести, приобретаемые богатством и преобладанием власти, бывают вынуждены и ненавистны по доброй воле и по совести людей почитающих. Потому то сами почитающие никогда не могут и отнять этих почестей. Но если люди питают такое уважение к милостивым и желают им всех благ, то подумай, какую награду, какое воздаяние получат они от человеколюбца Бога? Будем же искать этого богатства вечного пребывающего, никогда не исчезающего, чтобы сделавшись великими здесь и прославившись там, достигнуть вечный благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присна и во веки веков. Аминь.